Всем привет, меня зовут Полина. Я занимаюсь фигурным катанием уже больше года. Правда, за все это время у меня ни разу не было тренера. Но, несмотря на это, я учу прыжки, вращения, а также работу над скольжением. Если у вас возникли вопросы, как и почему у меня ни разу не было тренера, обо всем этом вы можете узнать на моем YouTube-канале Полина Айс. Там я рассказываю о том, как бываю на различных мероприятиях по фигурному катанию, как тренируюсь, а также о своем собственном опыте в этом виде спорта. В этом видео я собираюсь дать советы начинающим фигуристам, любителям и самоучкам. Если заинтересовало, то подпишись. Всем привет, с вами снова я, Катя, и это у нас вторая часть СФП. В прошлом видео подсказка будет здесь, можете перейти и посмотреть. Мы с вами уже разобрали, что вообще такое ОФП у фигуристов, то я кидаю кучу разных слов, поэтому можете перейти и посмотреть. Сегодня мы будем с вами разбирать именно вторую часть СФП. В прошлом видео мы разобрали все прыжочки, а сегодня у нас будет работа с резиной и вращение на спиннере. Специально для вас я подобрала артикулы с Валберса, где можно приобрести хорошую резину и спиннер. У меня именно точно такой же спиннер и была такая же резина, сейчас у меня резина из фигуриста. Но перед началом этого видео я хочу вам напомнить, что я любитель. Я занимаюсь всего три года и просто хочу поделиться с теми, у кого нет возможности заниматься, нету тренера, поделиться этой информацией, чтобы могли, знали, что делать, как делать, хотя бы примерно. Я не супер исполнитель, но я знаю, как нужно делать. Я пытаюсь делать, как нужно, поэтому прошу не судить строго. Я просто хочу помочь другим людям. Также хочу сказать вам, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал, потому что там будет очень скоро конкурс, в ближайшие две недели. И в принципе я там всегда активна, каждый день я там на связи с вами, поддерживаю общение, общаюсь. Так что если есть какие-то вопросы, добро пожаловать в мой телеграм-канал. Давайте приступим. Для начала, конечно же, нам нужно провязать нашу резину. И самое важное, это проверить, чтобы не было слишком туго, потому что если вы переборщите, то вам будет очень тяжело делать, забьются мышцы, то есть должно быть такое среднее натяжение, чтобы было не супер легко, ну и не супер сложно. На группировку рук я знаю всего два упражнения с резиной. Первое это для правой руки. То есть получается мы привязываем резину и встаем слева от нее. Резина у нас находится в правой руке, левая рука вытянута спереди, и мы находимся в полуприседе. Далее делаем вот такие движения, что из приседа мы встаем и поворачиваемся влево, при этом убирая руки в группировку, резина у нас будет натягиваться, правая рука будет качаться. Можно делать медленно для начала, а потом начинать убыстряться. Например, у меня плюс-минус медленная скорость, но я видела девочек, кто шпарит с такой скоростью, что делают 100 штук в минуту. Поэтому тут уже выбирайте, как комфортнее вам. Но я знаю такое золотое правило, что когда ты делаешь упражнение медленнее, то твои мышцы больше накачиваются. Следующее наше упражнение уже на левую руку. Тут мы уже встаем к резине лицом. Резина у нас находится в левой руке, левая рука спереди, правая сзади, положение также полуприсед. Здесь принцип тот же. Мы сначала сидим в полуприседе, а потом в левую сторону берем, вытягиваемся, встаем на носочки и сводим наши руки в группировку. Обычно я делаю три подхода по 50 штук на каждую руку, то есть в сумме получается 300 раз. Следующее упражнение с резиной я покажу вам на ноги. Я очень люблю качать ноги с резиной. Не знаю, мне кажется, так удобнее, проще. И я четко чувствую, какая часть моей ноги качается. Итак, привязываем резину также к станку, только уже пониже на уровне голеностопа. Для начала я надеваю резину на левую ногу и встаю справа от резины. И как бы такими движениями я отвожу ногу и притягиваю ее к себе. Тут получается идет давление на притягивание, то есть когда я притягиваю, мне труднее, в этот момент качается моя мышца. Дальше переодеваю резину на правую ногу, и в данном случае уже идет давление на оттяжку ноги, то есть когда я ее оттягиваю, резина натягивается и качается мышца. Дальше повторяем эти движения с другой стороны. Получается на правую ногу точно так же у нас идет давление на подтяжку ноги к себе. И потом переодеваем резину на левую ногу, и то же самое идет на оттяжку. Обычно таких упражнений я делаю по 20 штук, 3 подхода. То есть в сумме получается 240 раз. Но тут вы уже можете сами корректировать для себя количество упражнений. Мне такого количества достаточно. Я потихоньку буду их увеличивать, но пока мне этого хватает, мышцы у меня качаются, и потом на следующий день сильно болят. И последнее упражнение на ноги, это встаем лицом к резине, надеваем резину сначала на правую ногу, и делаем такие движения ногой назад, получается тоже на оттяжку. Наша мышца качается, когда мы оттягиваем ногу, и то же самое делаем на левую ногу. Также упражнение на оттяжку. Также хочу дать совет, что средине очень полезно прыгать прыжки и туры, особенно таким прекрасным людям, как я, которые любят раскрываться раньше времени. Так что это тоже полезный опыт. Обязательно попробуйте это хорошее упражнение на группировку. И последнее на сегодня мы разберем вращения. Для них нам понадобится спиннер. Я вам покажу сегодня передний винт, задний винт и переднюю либлу. Остальные вращения я в принципе не умею, и на спиннере тоже не умею. Сразу говорю, на спиннере я вращаюсь не очень, и не люблю на нем вращаться, потому что намного труднее, чем на льду на самом деле. Так что если вы научитесь вращаться на спиннере, то на льду вам будет легче. Первое вращение у нас это передний винт. Даем мы так, что левая нога у нас стоит на спиннере, левая рука спереди, правая справа или по диагонали. И как бы мы делаем небольшой замах. Выводим ногу сначала в сторону, потом немножечко вперед, и уже закрываем в группировку и сводим ногу вниз, а руки в плотную группировку. То есть получается сначала у нас нога в группировке сверху, и руки у нас в колечке. Потом одновременно мы отпускаем ногу вниз, а руки прижимаем к груди. Следующее вращение это обратный винт. Тут у нас уже получается правая нога стоит на спиннере. Точно так же левая рука у нас спереди, правая справа или по диагонали. Левая нога стоит слева или тоже чуть-чуть по диагонали. Делаем получается так же замах руками и корпусом. И точно такой же принцип, как на переднем винте. Руки сначала у нас в колечке, а нога в группировке выше колена, то есть не сильно низко. И одновременно мы начинаем прижимать руки к груди, а ногу сводить вниз, тем самым набирая скорость. И последнее вращение у нас это либла. Прежде чем вставать на спиннер, я хочу вам посоветовать попробовать просто встать в позицию либлы на полу без спиннера. То есть получается мы встаем, опускаем спину, ручкой мы должны делать как бы движение захватывающее, так это двигающее воздух, и поднимаем ногу вверх. Вот так попробую в пару раз. И после того, как вы это сделали, вы попробуйте постоять несколько секунд в положении ласточка. После того, как у вас получится, можно пробовать на спиннере. На спиннере мы делаем все то же самое, только нужно сделать небольшой замах, не переборщить, потому что это спиннер и можно элементарно просто улететь с него. То есть получается мы опускаем спину, делаем замах ручкой и немножечко импульс телом себе даем, отталкиваемся от пола и заднюю ногу держим сзади. Очень важно ее держать сзади, потому что если вы ее будете уводить вправо, то вы будете просто слетать со спиннера. Как видите, у меня не супер получается, у меня нога достаточно низкая на спиннере. Говорю вообще, не люблю спиннер, я его очень боюсь, я несколько раз с него жестко улетала, поэтому это не моя сильная сторона. Но нужно пробовать, потому что, говорю правда, если научиться делать на спиннере, на льду вы просто будете богом. Поэтому пробуйте ее, как видите, я пытаюсь, как могу, я не супер идеально, пытаюсь вам объяснить, показать как нужно. Ну вот и все, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, очень надеюсь, что вы будете им пользоваться, что будете смотреть и заниматься вместе со мной. Я очень сильно старалась, подбирала вам все эти упражнения, все это я делаю на своих тренировках с тренером. Поэтому очень надеюсь, что вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.